Долгожданная предновогодняя распродажа новостроек. Красный проспект 13. С 6 по 13 декабря. Приходите. Скидки, подарки каждому. Стань хозяином новой квартиры. Вход бесплатный. Телефон 227-11-22. Здравствуйте. В эфире информационно-аналитическая программа «Квадратура». Согласно приказу Минстроя на финансирование государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в 2014-2016 годах из федерального бюджета будет выделено 238 миллиардов рублей. Часть этих средств будет направлена на переселение граждан из аварийного жилья. Также предусмотрено выделение субсидий для приобретения жилья льготными категориями граждан. На совещании в Минстрое России 10 ноября Новосибирская область была названа в числе успешных регионов по программе расселения из аварийного жилья. Не были ли нарушены строительные нормы при возведении домов, предназначенных для расселения, руководство Министерства проверит, выезжая в регионы. Ну а тем, кому жилье не предоставляется по государственной программе, необходимо самостоятельно решать квартирный вопрос. Традиционно люди стремятся избавиться от жилищных проблем перед Новым годом. В это время растет покупательский спрос на однокомнатные квартиры, которые безусловно являются лидерами продаж. О том, насколько новосибирский рынок жилья сейчас насыщен однокомнатными, мы спросили у представителя строительной компании «Стройдом» Константина Комарова. Здравствуйте! По данным аналитиков, на сегодняшний день из 10 запросов на квартиры в новостройках, 5 приходится на однокомнатные квартиры, 3 приходится на двухкомнатные и 2 запроса приходится на трехкомнатные квартиры. И сейчас соотношение квартир в строящемся жилье соответствует данным запросам. То есть, около 50% новых квартир – это однокомнатные. Исключение составляет лишь дешевые или только дорогие объекты. К примеру, в жилом комплексе бизнес-класса «Престиж» однокомнатных – лишь 14%. Однако, их площадь сопоставима с площадью типовой трехкомнатной квартиры и варьируется от 63 до 65 квадратных метров. Однокомнатные квартиры эконом-класса чаще всего приобретаются как стартовое жилье приезжими, молодыми семьями, родителями для подрастающих детей. Чтобы выяснить, какие однокомнатные более всего привлекают новосибирского потребителя, мы обратились к специалисту агентства недвижимости «Жилфонд» Кристине Муслиевой. Наиболее востребованы однокомнатные квартиры по линии метро и рядом с хорошими транспортными развязками. Если говорить о габаритах, первое место по популярности у однокомнатных улучшенной планировки – площади от 33 квадратных метров. В новостройках самые популярные – однокомнатные площадью 40-42 квадратных метра, с просторной кухней порядка 12 квадратных метров. А пользуются ли сегодня спросом однокомнатные в типовых домах и хрущевках? Да, однокомнатные, например, в типовых 10-этажках на втором месте по востребованности. Третье место в рейтинге популярности у однокомнатных хрущевок по линии метро. Их цена ниже, чем у типовых однокомнатных в центральном округе. Метраж и район, где располагается квартира, оказывают существенное влияние на ее стоимость. Каждый понимает, что большая квартира с просторной планировкой, рядом с хорошей транспортной развязкой – это большой плюс, но и существенная цена. Малая площадь квартиры и расположение в удаленном районе – минус, но цена будет значительно ниже. Каковы сегодня цены однокомнатных квартир, мы спросили специалиста агентства недвижимости «Жилфонд» Марию Короткову. На рынке недвижимости Новосибирска представлены однокомнатные в новостройках стоимостью от 1,5 до 3 млн. рублей. На рынке готового жилья на стоимость квартиры, кроме местоположения дома, материала стен и метража, также влияет качество внутренней отделки и социальное окружение, то есть соседи. По нашим данным, однокомнатные квартиры в центре города находятся в ценовом диапазоне от 2,4 млн. до 3,4 млн. рублей. По линии метро – от 2,4 млн. до 3,3 млн. рублей. А в спальных районах города – от 1,7 млн. до 2,5 млн. рублей. Самые недорогие однокомнатные сегодня можно купить, например, в Кировском и Первомайских районах. Квартира улучшенной планировки на первом этаже панельного дома 90-го года постройки на улице Паласа стоит 1 млн. 750 тыс. рублей. Типовая квартира с мебелью и бытовой техникой в панельном доме 70-х годов постройки на улице Петухова стоит 1 млн. 930 тыс. рублей. Квартира с капитальным ремонтом в панельной хрущевке на улице Звездной стоит 1 млн. 600 тыс. рублей. Как видите, сегодня на рынке недвижимости Новосибирска много интересных предложений однокомнатных квартир. С наступлением самой горячей поры в решении квартирных вопросов желаем вам продуманного выбора и удачных инвестиций в недвижимость. В этом вам помогут опытные специалисты крупного агентства недвижимости. До свидания. Долгожданная предновогодняя распродажа новостроек. Красный проспект 13. С 6 по 13 декабря. Приходите. Скидки, подарки каждому. Стань хозяином новой квартиры. Вход бесплатный. Телефон 227-11-22.